В неудачах российской ядерной булавы обвинили Украину. 17 декабря 2018 года. Ланта Роу. В неудачах российской ядерной булавы обвинили Украину. Старт ракеты «Булава». Источник изображения Министерства обороны РФ, РИА Новости. Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной. Об этом пишет в военно-промышленном курьере член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков. Инженер отмечает, что в настоящее время Россия не имеет эффективной замены радиотехнических систем РТС «Вега». Ее разработчиком было ОКБ-692 «Харьков», изготовителем наземной аппаратуры «Киевский радиозавод», а бортовой «Черниговский радиоприборный». То есть в дело вмешалась еще и политика, отмечает эксперт. По его мнению, модернизация РТС прекратилась с завершением испытаний мобильной версии первой российской межконтинентальной ракеты РТ-2-2 «Тополем», которая была принята на вооружение в 2004 году всего после четырех опытных пусков. То есть благодаря качественной полигонной базе и точности средств измерения хватило всего четырех пусков ракеты, что сэкономило средства, силы и время, пишет специалист. Согласно Гладкову, системы «Вега», расположенные в Мирном, Северодвинске, Воркуте, Норильске и Якутске, которые полностью обеспечивали испытательную трассу Мирной Камчатка, были сняты с вооружения и утилизированы. Не нашлось замены и оптическим средствам КТС, кинотеодолитная станция Прим. Ленты, РУ-ФРС, фоторегистрирующая станция Прим. Ленты, РУ, сыгравшим важную роль при полигонных испытаниях ракетных комплексов. С тех пор прошло почти 15 лет. Что в итоге? Задается вопросом эксперт. По его мнению, сложившаяся ситуация в первую очередь отразилась на полигонных испытаниях Р-30 «Булава». Несовершенство лабораторной испытательной базы полигонов пришлось компенсировать увеличением числа опытных пусков, пишет инженер. Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 «Булава» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955. Испытания оружия начались в 2004 году. Р-30 «Булава», согласно источнику ТАСС, принята на вооружение ВМФ России в 2018 году. Из 32 пусков ракеты 7 признаны неудачными, а два частично неудачными. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2 «Тополь-М» начались в 1994 году. В 2000 на вооружении была принята ракета шахтного базирования, в 2004 мобильного. Из 17 пусков РТ-2 «Тополь-М» неудачным был только один. На основе РТ-2 «Тополь-М» была разработана ракета мобильного и шахтного базирований с разделяющейся головной частью PC-24 «Ярс» первый пуск, который состоялся в 2007 году. Такие ракеты запускались 7 раз. Все старты были признаны успешными. 14 декабря 2018 года право на данный материал принадлежат Материал размещен правообладателем в открытом доступе.